Всем привет, друзья! С вами художник-самоучка Хелен Ши, основатель нового направления в живописи Каки Маляки. Ну что, я приветствую вас на моем канале и хочу сегодня вам рассказать очень важную информацию, которую мне любезно предоставила Вероника, я ей очень благодарна за это. Это информация по поводу того, как можно сейчас сделать справку эксперта, справку культурной ценности вашей картины, не выходя из дома. Итак, это будет очень полезная информация, я буду рассказывать по пунктам, как это было у Вероники, и расскажу вам все подробнее, да, и хочу сразу сказать, что ничего сложного нет, если у вас есть под рукой интернет. Итак, я немножко расскажу историю Вероники, потому что я считаю, что она заслужила это. Очень мало, мало в наше время художников, которые делятся действительно нужной информацией. Зачастую, если мы получаем эту информацию, мы это оставляем себе и никому не рассказываем, что очень плохо, потому что очень много людей, художников, самоучек или профессионалов действительно не знают, что делать, куда бежать, кому обращаться, если нужно сделать какие-то документы, как, например, эту справку, да, от эксперта. Итак, расскажу историю Вероники и как у нее произошла. Продажа на Саачи и как она решила этот вопрос с оформлением справки о культурной ценности. Итак, Вероника пишет, что у нее первая продажа на Саачи состоялась ровно месяц после регистрации. В ее профиле было около 20 картин и из них 16 в наличии. Куратор выбрал ее работу для коллекции, именно эту работу купили. Очень важный момент, когда куратор выбирает вас, такие работы действительно продаются очень быстро. На что Вероника пишет, что до этого она была на ярмарке мастеров, за 7 месяцев пребывания с платной рекламой продажи у нее не произошло. Итак, когда она продала свою картину на Саач, то же самое, как и у меня, ей прислали полную инструкцию, где ей сказали, что нужно экспертное заключение о разрешении на вывоз картины, которое делала раньше Минкульт, да, Министерство культуры. Сейчас сделаю маленькую помарочку. Если вы находитесь в крупном городе, то такого эксперта в первую очередь надо искать в Министерстве культуры. Так и сделала я, когда позвонила в Санкт-Петербурге в Министерство культуры, и мне уже дали номер телефона эксперта, который делает. То есть, если у вас стоит такой первый вопрос, где я буду делать эту справку, если вы в крупном городе, сначала позвоните в Министерство культуры. Итак, ну, из-за того, что был случай, ситуация с коронавирусом, конечно, все министерства и все было закрыто, и стал вопрос, боже мой, как делать? Картину-то уже купили, отправлять ее надо, и когда будет все открыто, неизвестно. Поэтому, причем для того, чтобы сделать эту справку, надо присутствие личное, да. И как Вероника пишет, что документы ей пришлось бы сделать, это 400 километров от нее. Это очень-очень далеко. Что сделала изначально Вероника? Она позвонила в Министерство культуры, ей сказали, что есть час, что они этим не занимаются, и ищите по интернету частных. Вероника начала искать и нашла несколько частных, которые предложили ей сделать такую справку за 5000 рублей. Я считаю, что это огромные деньги, и эта справка столько не стоит. На что они сказали, что вообще такие справки делаются от 5 до 50 тысяч рублей. Это очень странные суммы, не знаю, откуда они взяли их. Но, как говорится, да, если вы частник, вы можете сами ставить себе цены. Сразу вам скажу, данная справка стоит от 500 рублей в зависимости от вашего региона. В Санкт-Петербурге она стоит 500 рублей, в Москве она стоит 1000 рублей. В любом случае она не доходит до 2000 рублей. Она не может стоить больше, потому что нет смысла. Если вы картину продаете за 10 тысяч рублей, и вам надо сделать справку за 5000 рублей, то смысла продажи я не вижу. Итак, Вероника живет в Краснодарском крае. И чтобы ей сделать эту справку, ей надо либо поехать в Сочи, где тоже очень большую сумму запросили за справку, или же отправиться в Краснодар, где тоже, как выяснилось, не все хотят делать, и как она туда поедет, потому что коронавирус. Она написала мне и спросила, что делать в такой ситуации. Я, честно, посоветовала, конечно, обратиться в Министерство культуры. И это единственный способ, как найти эксперта. Но есть такой, скажем так, такой пунктик у СААЧ. СААЧ всегда, когда присылает вам информацию о том, как собрать эти документы, там есть орнографа, где СААЧ показывает, присылает контакты московского эксперта. Это главный эксперт по культурным ценностям, который делает эти справки. Именно этот адрес они указывают. И, в общем, Вероника написала туда. И после чего она позвонила, позвонила в офис этому эксперту московскому. И в связи с... объяснила свою ситуацию, что сейчас коронавирус, что очень сложно, что она должна лично присутствовать, но это невозможно, потому что она живет в другом городе, в ее городе не делает. В общем, замкнутый круг, что делать? И эксперт сказал, что она перезвонит ей, потому что на данный момент у нее есть информация, которую она должна проверить и потом перезвонит. В общем, что сделал эксперт? Эксперт выяснил, что Почта России сейчас открыла в связи с ситуацией коронавируса, открыла такой портал, где она делает документы виртуально, через почту, через электронную почту. После чего вы присылаете эксперту, московскому эксперту культурной ценности, все документы, которые требуются. Это паспорт, это фотография вашей работы. Эксперт заполняет модули в электронном виде на сервисе Почта России, и после чего обратно присылается этот модуль эксперту. Эксперт ставит свою печать и уже электронно отправляется на ваш электронный адрес. Это справка. Эта справка действительно, потому что Вероника мне уже написала, что проблем не возникло на таможне, потому что для таможенных служащих эта справка, они берут эту справку. В справке есть уникальный код, штрих-код эксперта. Они считывают этот штрих-код, и там полностью информация об эксперте, из его печати, что это действительно эксперт, что это не кто-то там с улицы, что у него есть лицензия, что он имеет право это делать, и это заключение имеет, оно действительно. Итак, что надо сделать, если в вашем городе нет эксперта по культурным ценностям? Сейчас эту проблему решил московский эксперт. Спасибо ей огромное, замечательная женщина, которая в свой выходной в воскресенье звонила Веронике и консультировала ее, и говорила, что все в порядке. Для нее это был первый опыт, потому что до этого они так не работали, но спасибо Почте России, что она открыла такой сервис, как электронные подписи, да, электронная документация. И теперь таким способом, если вы живете где-то в небольшом городе, где нет таких экспертов, либо очень дорого просят, вы просто берете адрес московского эксперта, ссылку я отставлю под этим видео на этого московского эксперта, вы можете использовать и эту ссылочку. А также, когда вам присылают письмо Саачи, вы тоже можете увидеть этого московского эксперта. И уже связывайтесь с этим экспертом, пишите ему электронное письмо, а лучше, конечно, звоните и говорите, что вот такая-то проблема, в моем городе нет экспертизы, нет экспертного бюро, и мне нужна такая справка на вывоз картины за границу. Описывайте всю ситуацию, и вам эксперт предложит прислать документы. Вы присылаете и получаете уже в электронном виде эту справку. Что вы делаете дальше с этой справкой? Дальше вы распечатываете все документы для Саачи, с PDF-файлами, с заключением, и отслеживанием с отслеживающим номером, да. И когда курьер приходит, вы ему отдаете эту справочку и все документы. Вероника мне пишет, что у него возникли сначала с курьером проблемы по инвойсу. Он потребовал перевести документы на английский, но этого не надо делать. Если вам так курьер скажет, вы скажите, что нет, переводить ничего не надо. В общем, с этим разобрались, ничего не надо переводить. Отдала она справочку эту, которая была в электронном виде. Курьер все забрал. И вот уже, как Вероника мне написала, коллекционер получил эту замечательную картину. Можете ее посмотреть. Вот сейчас я вам покажу ее. Посмотрите эту картину, которую коллекционер предоставил фотографию Веронике в интерьере ее картин. В общем, если вы хотите, я бы также мне Вероника написала, знаете, такую очень молодец. Она просто замечательная, что она поделилась со мной этой информацией. Она мне сказала, что если вы хотите, чтобы коллекционер вам прислал картину в интерьере, то вы в письме, когда будете вкладывать сертификат такой подлинности ваш, что это вы рисовали эту картину, напишите ему еще письмо от себя, чтобы вы бы хотели, чтобы он на мейл ваш укажите мейл, прислал фотографию в интерьере, если, конечно, он посчитать нужно. Саач не делает это. Когда я продала свои картины с галереи Сачи, написала куратору, могу ли я получить фотографию своей работы, но Сач мне ответил, что нет, они не связываются по таким вопросам с коллекционером. И Веронике, кстати, тоже самое ответили. Ну вот она мне написала, что сам коллекционер, прочитав ее письмо, прислал ей вот такую фотографию. Можете посмотреть в интерьере. Итак, справку о культурной ценности вы можете сделать через интернет, через портал Почта России, вернее, эксперт по культурным ценностям сам проведет эту экспертизу, сам напишет свои данные через портал Почты России и пришлет вам, а вы распечатаете и отправите уже вместе с курьером эту справку. Стоимость данной справки около 1000 рублей. Ну, я так думаю, что в зависимости, наверное, от региона, может быть, там есть действительно единая такса. У московской эксперты стоимость данной услуги 1000 рублей. Точно я не могу сказать, но пишите мне комментарии под этим видео, я вам точно узнаю, сколько стоит и вам напишу. Пишите мне здесь. Да, еще хотела сказать, что не беспокойте Веронику с вопросами, пишите все мне здесь. Если вам что-то было непонятно, пишите комментарии мне, я вам отвечу. А Веронику мы поблагодарим за то, что она поделилась с нами своим опытом продажи в галерее СААЧ и вот такой вот опыт, опыт в момент, когда было все закрыто, было очень сложно, да, что-то сделать, даже выйти на улицу. Она смогла, она решила этот вопрос, поделилась с нами. А вы просто можете сказать огромное спасибо за такую ценную информацию. Ну что, я думаю, что это видео было очень полезно. Если оно полезно для вас, поделитесь с ним, этим видео с другими, расскажите, что проблем сейчас не возникает с справкой и просто ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на мой канал. Ну что, с вами, как всегда, художник-самоучка Хелин Ши. Пока-пока!